Девушки отдыхают И вот спектакль, который мы сегодня будем играть в Шекменте, потому что мы привыкли говорить, мы ученики с Василием Учеников Станиславского, мы работаем не по совести, как нас учили еще и учителя А все-таки что главное, театр или кино? Вы знаете по-разному, в моей жизни так случилось, поскольку я гражданин двух стран, гражданин Грузии и гражданин России, я для меня, когда там обижали грузин, я попросил грузинское гражданство, но меня был запрет И временно я вышел из кино, а теперь для меня театр, конечно, но я никогда не подвожу А можно отказаться от спектакля вообще невозможно? Нет, нет, мы так воспитываем ужасно, один сахар, это отвратительно Просто помоют Мы несколько раз начинали с Татьяной работы, но у нас были со скандалами, два раза мы начинали, два раза со скандалами Вот сейчас мы без скандала, да, мы сцепились и как-то очень друг к другу привязались Я из ума не выжила, моя девочка, ты головку-то наверх подними, я тебя своими руками прибью Таня, она как всех убогих жалеет, потому что сцена это жестокая штука И Татьяна говорила, что вот у убогой артистки нет работы, мы должны ее взять Это не правда, это сцена не помойка, не надо, это не собес Я говорю, Таня, помоги деньгами, она говорит, я не могу, я должна помочь, возьми эту артистку Я говорю, нет, мы ругались из-за этого, мы расстались Перед мужской силой нам, девушкам, не устоять Я зла не помню Не помню, сейчас злая Ну это если тебя спрашивать, где мне взять силы, я так устала, то их и не будет А когда, ты понимаешь, что приехала работать, я же не приехала сюда на экскурсию Тогда бы я бы спала весь день, на следующий день бы встала, поехала А я приехала работать, я приехала А поспать любите? А поспать? Ну, любить-то люблю, кто ж даст Пока никак У нас сегодня зовут, но собак есть, и мы не будем есть собак Вы знаете, для меня это... Ты и не встрастную собак есть И встрастную не буду есть Вы знаете, на самом деле, вот сегодня зовут, говорит, это такая еда, такая еда Говорит, от всего Но мы все равно не будем сегодня А вы ели собак? Да, вкусно? Кя-дя называется? А? Кя-дя называется? Нет А встарезно очень от паранхитии помогает Нет, мы не сможем, во-первых, сегодня мы постараемся вообще не есть От бюро пропаганды 30 лет назад у меня были, это такая штука, яуфы, это коробки с пленкой И мы по всем, в Казахстане, это, не знаю, там, самое мало, там, 15 городов я точно был И здесь я тоже был От бюро пропаганды кино мы ездили и зарабатывали там свои, там, 11,50 было, значит, 23 рубля я получал за встречу Это 30 лет назад, а вот новейшие истории? Никогда не был, нет, новейшие истории не были Это первый, первый, да, первый визит Ну, Сопрыкин, чего? Чего ты там опять натворил? Ничего Да вот кошелек у гражданки украл Кошелек, кошелек, какой кошелек? На, быти Люся Гурченко говорила, у каждого есть свои пять минут Свои пять минут У Тани и эта работа, конечно, дуэнни, не скучай, ай-ай Не скучай, ай-ай И в дожди, жди, жди Навсегда Да, да Я с тобой Потому что самое обойденное, самое привлекательное Здесь даже трудно сказать Ее фильм Самое обойденное, самое привлекательное Этот девиз должен быть для всех женщин Вы должны вот женщины, которые смотрят сегодня нас Если вас кто-то не любит, что надо подойти к зеркалу и сказать Готово? Да Тогда поехали Я самая обаятельная и привлекательная Все мужчины без ума от меня Меня Таняус все время за это ругает Я буду себя вести, как Никита Михалков Он говорит, я человек верующий, человек православный Всякая власть от Бога Должен быть с вами Я с вами Владимир Владимирович Сейчас с вами Дмитрий Анатольевич Сейчас с вами Владимир Владимирович Артист, в принципе, должен работать для всех Красных, синих, голубых, зеленых Актер должен быть Но я Это не интеллигентная позиция Это неправильная позиция Но актер должен все равно работать для всех Для фашистов ты бы стал работать в концлагере? Работа Ну, в концлагере мне бы это самое Ну, а вдруг? Ну, а кто мне в концлагере-то? Ну, я тебе спрашиваю Если ты надзирательница, ты меня заставишь работать, если ты будешь надзирательницей, конечно, ты меня заставишь. Мы бояре народ работятий, такая уж нас и боярская доля. Возьмешь хлыст и будешь меня бить, скажи, работай. Ну, в такой же степени. А вот если вот ты мне будешь бить, а я боюсь боли, ты знаешь, вот когда ты мне прикажешь, я все выполняю твои приказы. Вот надзирательница, если Васильева будет, конечно, я буду работать. Есть такая штука, синдром ямщика, это нельзя так себя, Таня себя загоняет, она не права. Нет, ну каждый прав по-своему. Для Стаса он восстанавливается лежа, я восстанавливаю задвижение. Сынок, чуть папку не убил. Папа, купи мне гантели. А это зачем? Пап, купи, я качаться буду. Нет, 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 сынок, сало-сила, спорт-могила. О личной жизни? Мы так воспитаны, что актеры не должны рассказывать про свою личную жизнь. Не ваше собачье дело. Потому что это драная попса, вот они рассказывают. Вот с кем спала, там или спал, или какие они преданные друг к другу. Мы-то знаем, какие они рогоносцы. Но эта штука только вопрос творчества. А старая школа, актеры МХАТа, которые непосредственно мы ученики, учеников Станиславского, они не позволяли себе рассказывать о личной жизни. Потому что только интерес должен быть. Потому что интересно все время актер, загадка. А когда вот актер ясный, это неинтересно. Как мне кажется. Да, тебе так кажется. Татьяна Васильевна за деньги, она любые все расскажет. Интересно разворачивается событие. Может быть сюда никогда бы не приехали в Казахстан, если бы не Андрей Феофанов, который поразительно по своему таланту закончил физкультурный институт. В Чемкентске? Да. А пришел в театральное дело. Это один в Москве, один из самых успешных продюсеров. Андрей Феофанов. Сплю и вижу. Вот так вот пройтись по Парижу. И умереть. Ну, я вообще хотела сюда приехать. Очень давно мы не были в Казахстане. И здесь очень много всего, о чем мы отвыкли, чего хочется посмотреть, чем хочется подышать. Вот я и видишь, тебе уже подрезали, шепелявишь. А что ты дуразниешься? Я вообще ничего не буду говорить. Ладно, ладно, шучу я, шучу. В контакте, я в контакте с Удалидзе, Станислав Судалидзе и все. В других там все фейки. Меня нету. Фейки в Одноклассниках, фейки. Фейки в... Да и в контакте есть фейк Садальский, там фейки. Если кто из Казахстана в Судалидзе, Станислав войдет, я сразу принимаю в друзья. Станислав Судалидзе. Я просто чтобы... И ЖЖ, кто ведет свой живой журнал активный, я тоже приму. У нас проверочное слово будет давать в Казахстан. Сразу принимаю в друзья. Коварный вальс, шикарный вальс, невероятный вальс. Ложите руку, но на талию, не ниже. Желаю, чтобы... Чтобы мы открыли сюда дорогу хорошим спектаклем, хорошим актерам. Чтобы театральная жизнь здесь как-то не угасала. Я словами Есенина обращаюсь, хочу сказать, в грозы, в бури, в житейскую стынь, при тяжелых утратах, когда тебе грустно казаться улыбчивым и простым, самой высшей в мире искусства. Ходите в театр. Маловато будет! Вот это мой размертик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова